всем здорово народ с вами варчик в этом видео будем рассматривать тактику позицию и в принципе как играть на карте затерянный город в режиме штурм про эту карту уже был видосик про важную позицию с которой можно кемперить на танке который для этого предназначен позиция очень важная в конце видео будет финальной заставки ссылка на тот видосик можете прям на экран тыкать и смотреть если хотите в этом видео будем смотреть именно как играть на танке который может играть активно агрессивно какой-то быстрый тяж там допустим или бронированная стэшка начале боя въезжаем в центр города и в принципе здесь можно возле дома выставиться бортиком и в дырку настреливать по врагам они здесь все с базы въезжают в город с левой стороны вас никто напрягать скорее всего никогда не будет поскольку туда ехать долго если мы с первой минуты сюда приезжаем то слева никто там не может быть потому что по времени туда никто не успеет доехать разве что колесник но что он там будет делать поэтому в начале боя мы здесь можем поиграться от бортика сюда в щель может прокинуть арта это бывает крайне редко но может если арта здесь вас напрягает просто отъезжайте назад и играйте уже следующую позицию которую вы увидите чуть позже в начале боя вы видите что здесь какой-то несмышленый из 7 играет крайне неправильно я играю абсолютно правильно выставляю танк таким образом чтобы его невозможно было пробить потому что просто некуда я развожу врагов на выстрел или когда они на перезарядке выезжаю и наказываю их потому что они подставляются я заряжен и могу по ним стрелять сам же я не подставляюсь играю хорошо четко без всяких каких-либо мелких косяков после того как мы в начальной позиции от бортика поиграли понаказывали дурачков которые там подставляются атаковать вперед нет смысла потому что мы начнем подставляться под фланги из которых нам будут накидывать в бочину поскольку этот город на этой карте очень хорошо простреливаться с многих позиций поэтому нужно играть аккуратно и по ситуации смотря что происходит в бою очень внимательно смотреть на карту после того как мы съездили в центр можно отъехать назад и здесь есть такая на подъеме аллея вдоль домов по которой можно ездить влево вправо и в зависимости от того что происходит в бою помогать на одном из флангов если что можно спрыгнуть вниз и от башенки разваливать врагов которые выкатываются на нас с города я в принципе здесь довольно таки успешно покатаюсь постреляю всех кто будет упарываться и потом буду встречать врагов от башни но здесь на каждом фланге есть такие вот балкончики с которых мне могут накидывать пт-шки из кустов про эти балкончики всегда нужно помнить и в целом нужно запоминать на карте откуда чаще всего стреляют и иметь это в виду откуда враги могут вести по вам огонь чтобы не подставляться под эти места это довольно таки классная тактика для того чтобы набить крайне много урона и привести своей команде полноценную качественную победу с большим результатом потому что мы с самой первой минуты начинаем качественно четко и безопасно убивать врагов после чего имеем возможность безопасно продолжать бой на всех остальных направлениях карты это идеальный расклад боя чтобы сыграть его на высокий результат когда вы с первой минуты начинаете убивать врагов и потом можете просто поехать в любое другое место где еще есть враги и просто их тоже убивать это именно тот бой в котором я все время и говорил что если вы хотите высоченный средний урон то вам нужно с первой минуты ехать и убивать врагов для этого нужно знать такие вот позиции и места как на этой карте как в этом бою я показываю чтобы была возможность приехать и исполнить этот бой в котором можно нагибать с первой минуты но такие позиции направления и тактики как в этом бою находить очень тяжело и самому мне лично тяжело такие тактики наигрывать и откладывать себе в свой блокнотик замечательных тактик поэтому я часто смотрю очень сильных игроков и эта тактика одна из не моих я ее посмотрел запомнил и в первом же бою на этой карте я поехал по этой тактике и исполнил ее от и до так как она должна быть выполнена на максимальный результат собственно к чему я веду поэтому вы и до сих пор не увидели видосиков про разбор карт куда на них там ехать про обзор карт потому что я могу сделать просто обзор карт рассказать какой на ней геймплей куда больше всего обращать внимание позиции хорошие прострелы это будет очень хорошие обзоры карт которые для 90 процентов игроков будут очень полезными но для остальных 10 процентов эти видео будут не то чтобы не полезные они просто это и сами знают поэтому до сих пор я не начал делать обзоры карт потому что я не знаю что делать дополнять мне эти карты такими вот стратегиями позициями и тактиками как в этом видео вы видите на своем экране или разделить это в разные места сделать отдельно просто обзоры карт для обычных игроков и отдельно сделать такие видео как это где есть тактика максимального результата очень сильных игроков Взятое у очень сильных игроков или придуманное мной. И потом, может быть, сделать какое-то полноценное одно видео, где все эти жесткие тактика позиции соединить воедино и рассказать про них. Я еще до конца не придумал, что я хочу делать. Для большинства будет просто обзора карт вполне достаточно. Но может быть, кому-то будет интересно и вот такие вот расклады на бой узнать. Но больше всего я их нахожу для себя. Потому что я хочу набивать больше урона, поэтому я их и ищу. Их не так уж и много. Эти тактики на бой, которые приводят к таким результатам, очень тяжело выцепить у сильных игроков из общего потока их накатанных боев. Поскольку где-то они просто разыграли обычную стандартную позицию, а где-то разыграли что-то вот такое вот агрессивное, как в этом бою. И я по крупицам все это собираю и пытаюсь запоминать. Я в принципе занимался этим и раньше, но сейчас это переросло в какие-то более агрессивные тактики, чем раньше. Раньше я просто запоминал какие-то полупозиции, грамотные переезды и так далее. Сейчас мне это все не интересно. Все эти обычные полупозиции и разъезды, это можно прям на ходу во время боя видеть самому. Для этого не нужно осмотреть какого-то топ игрока. Если ты сам в принципе и являешься сильным игроком. А вот дерзкие, но безопасные разъезды в начале боя, плюс дальнейшая грамотная перекатка. Это еще можно где-то найти, это мне еще интересно до сих пор. Это единственное в картошке, что мне интересно. Но это такая малюсенькая крупица, что этого довольно-таки мало, чтобы поддерживать сильный интерес к игре. Поэтому движение в таком вот направлении, собирание таких вот тактик происходит очень медленно. Но я время от времени буду делиться с вами такими вот разъездами, которые буду сам для себя выделять из общей массы обычных полупозиций. С вами был Арчик, карать красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok